ПОСЛУШНИК Рано или поздно душа в поисках смысла жизни встречается с Богом. Открытие это так вдохновляет, что человек словно на крыльях летает. Есть и слово специальное для обозначения того, кто только что познал Творца – Неофит или Новоначальный. Говорят, что в это время Бог носит человека на руках и показывает всю свою любовь, как отец младенцу, чтобы, когда душе этой придется идти своими ногами, она помнила то свое первое духовное горение. Часто первые подвиги новоначальной души бывают слишком горячими и не очень разумными. Особенно если человек присваивает себе все силы, которые дает ему Господь и полагается на собственное рассуждение. Зная об этом, в монастыре никого сразу не подстригают монахи, а сначала дают простое послушание – трудиться. Начинающих так и называют – трудники. Вот и наш герой недавно уверовал в Бога и пришел в монастырь, чтобы стать монахом. Но совсем непросто было входить ему в духовную жизнь, потому что судил он обо всем по-своему. В духовной жизни все должно происходить постепенно, поэтому в начале духовного пути важно не брать на себя больше, чем сможешь унести. Не спал. Но ведь сил так много, а любовь к Богу такая горячая. Эх, запощусь! Вот тут и случаются ошибки Неофита. О, так. О, прощенное воскресенье. Так, так, так. Опа. О. О, господи, господи. Так вот я и говорю – простил. Да ты что, я простил. А он нам не простил. Сто процентов простил бы. Ведь Христос нам велел до семи же до семидесяти и семи раз прощать. Ой, хватит, смотри. А? Вот так. Фух. Братцы мои, что это такое? Это все, что вы сделали? Инвалидомственная труда. Мы что есть-то будем на трапезе? Вы что делали все это время, а? Просто… Ну что смотришь? Можиком нужно работать, а не языком. Не понял. Что ты не понял? Это могилу! Что это? Это могилу! Это могилу! Хватит! Так, ты со мной к духовнику. Что ты врешь? Это мое! Пойдем к духовнику. Вот так. Батюшка, вот он. Давай. Ты же вроде монахом хочешь стать. Я, да, хочу. Так запомни. Покрой грех брата твоего, и Бог тебя покроет твой. А ты оправдываться, обвинять. Вот. Поищи в интернете историю, как старший брат взял на себя вину младшего. И что из этого было? Посмотришь и расскажешь мне. Понял? Батюшка, так а… Ты думаешь, я не видел, как он ведра местами менял? Только знаешь такое? Без смирения нет спасения. Так-то, брат. Господи, помилуйся. Да что же с ним делать? Здравствуйте. 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 Извините, можно вас спросить, а где тут можно записочки подать в храм? Ну, куда пройти? Кого записочки? Записочки. Барышня, подождите, вы вообще соображаете, куда вы пришли, а? А где вообще, в конце концов, ваш головной убор? Ах, 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 ах! Ах, 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 ах! Ах, 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 ах! Понимаете? У вас очень большие проблемы с вечной жизнью скоро начнутся, вы понимаете? Что из-за вас братья просто падают, понимаете? Куда падают? Соблазняются. Ясно? Поэтому давайте, будьте любезны. Ах, ах, ах! Давайте, давайте. Все, давайте, я говорю. Ах, 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 ах! Ходят здесь, понимаешь? Записочки. Господи. Простите. Я прощаюсь. Простите меня грешного. Бог, прости ты, я прощаю. Бог, прости ты, я прощаю. Простите меня грешного. Бог, прости ты, я прощаю. Да. Прости меня грешного. Бог, прости ты, я прощаю. Прости ты меня. Прощай, Бог, прости. Простите вы меня тоже грешного. Все. Эх, запощусь. Куда при... Совсем... Простите меня, грешного. Пост не допускает злопамятства, а собирающие в память огорчение и сделанное им зло, хотя, по-видимому, молятся и постятся, но подобны людям, которые черпают воду и выливают ее в разбитую бочку. Преподобный Ефрем Сирин Вода ее, а! Так, что там дальше? Так, опа! Эх, запощусь! Интересно! Так, Великий пост. О! Так, советы отцов-пустынников. О! Эх, так... Так-так-так... О! Три столпа Великого поста. Молитва, доброделание и сухоедение. Что там сухоедение? А, это что, можно ездить, что нельзя? Так, это ясно. Ну, разве ж так встречает Великий пост, м? Молитва слов и Евангелие. Маловато будет. Молитва? Добротолюбие, добротолюбие. О, святые же говорят, что в пост надо творить добро. Раз, два, три, четыре, пять. Надо брать. Поздно? Берём? Да, вот это вещь. Вот так. Это что? Это сюда? Так, чтение на каждый день Великого Поста. Берём. Так, что у нас там дальше? Понятно. Вот где лукавое укрывается. Варенье уже можно. Или нельзя. Искушение. Непорядок. Вперед. Запощусь. Так, вот эту еще не читал. Так, господи, благослови. Ой, братья, да разве же это пост, а? Вот то ли дело... Ты так ровнее, да, вот так. Сорок дней ходил по пустыне, не ел, не пил, не спал, не спал, а ведь не спал. Вот, братья спят, а я не сплю, молюсь, как отцы пустынники. О, сухари. Слушай, эскет, ты только языком мести будешь. Вот же, господи помилуй. Христа и апостолов тоже гнали за проповеди Харисеи. О, смотри, что он нашел. Кришкин, скель и аскета. И что там пишут? Первое и самое тяжкое искушение Великого Поста – гордость. Гордость здесь в том, что человек полагается на свои силы. Знаний нет, опыта нет. Есть только лишь жаркое стремление выполнить устав. Второе искушение Великого Поста – искушение сравнения, сродни той же самой гордости. Давай, давай, метем. Когда человек говорит, он не может, а я могу, он не постится столь строго, как я пощусь. Отсюда вытекает еще одно искушение – осуждение другого, основанное на самоосущении своей постящейся значимости. Если я пощусь, как полагается, по уставу, то правильный христианин православный. А тот, кто отступает от поста, не такой уж и правильный. Абсолютно верно. Это что, про нас? Так, братья, братья, вы просто неправильно все поняли. Я не понял, что это правильно. Так, я сейчас все объясню, друзья. О, благочинный, помогите! Если человек постится и имеет гордый помысел о том, что совершает что-то важное, то весь его пост идет на смарку. Он растрачивает свои силы зря. Преподобный Паисий Святогорец Так, что тут дальше? О, да и сюда. Господи, отче нашей жизни на небесах, да светится имя Твое, да прийти царствие Твое, да будет воля Твоя, як на небеси, так и на земли. Хлеб наш насущный дашь нам, если остави нам долги нашу, я кажу, мы оставляем должником нашим. И не веди нас во искушение, но избави нас от лукавого. Ой, длинная какая служба. Ничего не понятно, что он там читает. То летела в келье. Да, в келье-то оно, а? И считается все легко, и молитва льется, и сна не в одном. Ой, ой. Господи, помилуй, я иначе не имею. Есть. Спасибо. Нет, есть. Спасибо. Чудеса. Вот когда в келье молишься, по-другому все. И вообще. Зачем каждый день на службу ходить? То ли дело. Отцы пустынники. Раз в ходу причащались, и все. В келье время незаметно летит и легко стоится на молитве. Да, то ли дело в келье. Так. Господи благослови. Идет-то, как молитва. Вот она, сладость неизреченная. Священная, про которую отцы пустынники говорили. Господи, не слышите, истец, и не божий. Помилуй меня грешного. Господи, помилуй. Аминь. Ох, братишка родненький. Послушай, там помощь нужна. Благочинный просит всех, кто свободен. Ну, как ты? Не видишь? Молитвенное правило у меня. Так благочинный говорит, что... Занят я. Ну, видишь, сколько всего вам еще вычитать надо. Вон, и вот еще. Во. Видал? Так что занят я. Все, занят. Так я не понял, а как же... Помолиться не дают, ну? Такую молитву испортил. Господи, как спать хочется. Нельзя же тут спать. Как же это не уснуть-то? Ой, мама. Только не спать. Только не спать. Только не спать. О, планшет где-то был. Где? Вот. Так. Вот это попал. Мой брат ты даешь. Спящий во гробе. Господи, прости меня, грешненька. А не пойду я сегодня на службу. Пойду лучше в келье, вон, помолюсь. Как отцы пустыненьки. Как отцы пустыненьки. Да. Господи, боже наш. Пошли же за грешек в отнесем след. Аминь. 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 Ага. Молюсь вот. Да молился ты, братец. До прелести. Знаешь, что это такое? Знаешь, кто это был на самом деле? Да. Чтобы все сдал в библиотеку. Оставишь только молитва слов и Евангелие. Понял? Ага. Ты на службу, наверное, не ходишь. А? А если ходишь, то засыпаешь. И ноги болят. А тут молитва льет. И сна ни в одном глазу. Господи помилуй. Значит так. Молиться в келье я запрещаю. Будешь ходить на службу каждый день и молиться со всеми. Понял? Да. Завтра после исповеди переселяешься к братьям. Понял? Да. У тебя какое послушание? Послушание? А, ну там, таскаю, мету, ну и как благословят. А может тебя на подворье отправить? Навоз разгребать? Может, как благословите. Ну ладно. Значит так. Услышишь голоса. Или благоухание. Или свет увидишь. Крестись и тверди. Господи помилуй. Понял? Да. Господи помилуй. Ну? Более всего делу молитвы вредит нетерпеливость. Иной сегодня начал молиться, а завтра уже хочет достичь духовных плодов. Такие скорохваты ничего доброго не добьются и могут заболеть гордыней и впасть в отчаяние или прелесть. Но если к терпению приложим время, с постоянством соединим рассудительность, предоставив самому Господу увенчать наши малые, но настойчивые труды благодатью, она не заставит себя ждать. Господи помилуй. Фух. Что там дальше? Так, сюда и сюда. Ага. Так, сухоедение. И что ж ты, братишка, кашку, как все не ешь? Так нынче по уставу сухоедение. По благословению каша. А это по снисхождению к немощи ваше такое благословение дали. Эх, обмельчал нынче монах. То ли дела, цепустынники. Это ж столб великого поста сухоедение. А они по благословению. Пойдем на трапезу, брат. А вы идите, а я тут это, да мету вот здесь. И я сейчас приду. И что ж ты, братишка, кашку, как все не ешь? Вот сейчас нарочно опоздаю, и никто мне не будет говорить. А по благословению каша. Аминь. О, а ты что так поздно? Уже ж поели все. Так я мусор там выносил. Ага. Ну вот, никто мешать не будет. Будет все как по уставу. Две анги и чистые поксимады. Ты это на каком, брат? Тихо, тихо. Тихо, тихо. Нельзя же так пугать. Пошел пылай. А вот и перчатки. Давай. Во имя Отца и Сына и Святаго Духа. Аминь. Ашкет. За люди местные, утешителю души истины. Так. Да? Что с ним? Ну, и Ашкет. Вот. Две анги и чистые поксимады. Все как по уставу. Не то, что некоторые. Господи. Это же порядки, брат. Все нормально. Ну-ка, 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 разговаривать в хорове греха. Грех, грех, грех. О, Господи. Ну-ка, ну-ка, ну-ка. Господи. Господи. Аскет ты, мой дорогой. Пойдем на трапезу. Да не хочу я есть. Вы идите, я лучше полежу, отдохну еще. Ну, как знаешь. Как знаешь. Так, 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 идите, идите. Господи, смотри. То ли дела отцы пустынники. С тобой все в порядке, брат? Все хорошо, замечательно. Что? Нормально, стандартно. Эй, аскет, что с тобой? Чистые поксимады. Две ангии. Сухоедение. Две ангии, чистые поксимады. Это что? Сухари и вода. А кто благословил? Отцы пустынники. Ну, у вас что, братец? Придет время, и будем поститься. А сейчас ты уже до силы. На молитву и послушание. Понял? Понял. Да, и чтобы на трапезу ходил. И кушал, как все. А с этим что вычет? Ну, пусть будет. Может, еще пригодится. Две ангии, чистые поксимады. Угости сухариком, брат. Да нос! Да, аскеток. Кроме того, великий пост – это всегда весна. Наша русская весна – тяжелое испытание для организма. Пост – это не спорт. Тут надо быть очень осторожным. Надо иметь в виду, что даже если организм готов удерживать весь великий пост, это все равно огромная нагрузка. Каждый для себя выбирает меру поста. Идет к священнику, все рассказывает и просит «благословите». Только такой пост, на который мы, реально оценив свои силы, получили благословение, принесет нашей душе добрые плоды. Аминь. Что не в меру, то от лукавого, говаривали подвижники благочестия. Поститься надо так, чтобы оставались силы на послушание и молитву. Без благословения ни один подвиг не принесет пользы. Без благословения ни один подвиг не принесет нашей душе добрые плоды. Вот как надо. А я... О, бабуля. Алло. Бабуля, привет. Да, да, я приеду сегодня. Что? Пирог? Твой? Ну, конечно, буду. Да. Все, жди. Пока. Так, что там следующее? О, как раз. Бабушкины пироги. Так и так. Вот билеты, поедешь к бабушке. Послушайте, а может я все-таки после поста лучше поеду, а? Вот пост закончится, и я сразу поеду. Ты монахом-то хочешь стать? Да, хочу. Ну, а монашство с чего начинается? Ну, как отказаться от всего земного, там... С послушания. Духовник благословил ехать сейчас. Давай. С Богом. Послушание. С Богом. С Богом. С Богом. А вот, внучек, и твой любимый пирог с мясом. Ни одного постного блюда. Бабуля, так, а может картошка и есть какая-нибудь? А картошечка варится еще. Минут десять осталось, внучек. А ты, пожалуйста, уже начинай. Вот курочка, вот мясо по-французски, колбаска сыровяленая, салат оливье, все, как ты любишь. Ты что, бабуля, ты что не знаешь, сейчас же это, великий пост. Подсолнечное мясо, фу ты, масло можно только по выходным, а? Сухоедение, понимаешь, а ты мне такое искушение устроила. Курочки всякие, мяски, пирог. Так я же... Как знал, что к тебе ехать не надо было. Да что же за искушение-то, а? Ну, пост, ну и что? Когда ты еще будешь? Я так старалась. Пойми, ну вот такой я сейчас уже в монастыре. Там же, понимаешь, там уже все. Монахи вообще мясо не едят. А сейчас еще и строгий пост, понимаешь? С мясом. А знаешь что? Да. А режь пирог, давай режь. Молодец. Давай. Вот на тебе тарелочку. Сейчас я ножичек принесу. А потом покаюсь. Вот ты хорошо. Ешь мое солнышко, детятка мою золотую. Привидится ж такое. Ах ты, бабушкина, радость. А я тебе еще собоечку соберу. Да какая собоечка, бабушка? Да не надо, ну. Ах ты, мой рыжик. Да лучше вон на себе тоже. И присаживайся, присаживайся. Это ж мой любимый с мясом. Ешь, мой хороший, ешь. Ну, господи, помилуй. Ах, мои щечки золотые. Вкусно? Вкусно? Еще одно искушение поста в том, как мы соотносим правила поста с нашими взаимными отношениями с ближними. Вот характерный пример. Человек приезжает к своей бабушке. Так, так. Или к маме, или в гости, к родственникам. Ага. И они хотят угасить его вкусным блюдом. Специально для него приготовленным. Да, да, да. А блюдо оказывается с коробкой. Ага. Что делать? Да, и что делать? Иногда нужно сказать спасибо. Все очень вкусно, замечательно. Вы меня накормили. Я благодарю вас. Ага. А в другой раз, не извините, у меня пост. Я вас предупреждал об этом. Поэтому мне достаточно чая с хлебом. Надо было бабулю предупредить. Важно, чтобы человек был на первом месте, а не правило. Ага. В другой ситуации, может быть, нужно отказаться от гостеприимства и сказать... Так, так. Да, люблю ваши пироги, и у вас прекрасное заливное. Но сегодня я его не попробую, хотя мне и жаль. Вот оно что. Важно. Ну вот, придется на исповедь идти. В другой статье, мне не нужно. Главное, чтобы без фарисейства. Ага. Чтобы не обидеть своих гостей или хозяев, к которым вы пришли. Пренебрежением, формальным соблюдением, буквы закона, буквы поста. Вот так. Вот так. Да. Что ж с этой собойкой делать, а? Синхоза затронет в кармане. О! А? И в монастырь ее нести нельзя. И выбросить стыдно. Звели уже. Э, мне бы... А? 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 Поесть? Ага. Ням-ня. Так на. А-а-а-а. А-а-а. Так, главное ничего не забыть. Первый пакет, второй пакет. Веховая подушка и топлива для ракет. Ай! Господи, благослови. Эх. Гора с плеч и доброе дело сделал. Эх. 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 Именно любовь, ни вера, ни догматика, ни мистика, ни аскетизм, ни пост, ни длинные моления не составляют истинного облика христианина. Все теряет силу, если не будет основного – любви к человеку. Святитель Лука Война-Ясенецкий Ой, нескушение! Что там дальше? Что? О, полная исповедь. Подсолнечное мясо путем. Масло можно только по выходным. Ну, ну, сухоедение, понимаешь? А ты мне такое искушение устроила. И курочки, и мяски, и пироги эти еще… Как знал, что ехать к тебе не надо было. Эх, обидел я бабулю… Эй, аскет, о чем задумался? А мистит за тебя кто будет? Ах, мои щечки золотые! Вкусно? Вкусно! Вкусно! Господи помилуй… Вот уж бабуля-искусительница. О, лекарство от греха. Так… То, что надо. Всего-то пара страничек. Так много? Так, не понял. Я же хотел только пару листочков. Как это выключить? Господи… Где ж тут стоп, а? Так-так-так… Фух… Выключаем… Все, славьте господи… Все… Главное – ничего не упустить. Так-так… Ага, хорошо… Ага… Да ладно, и это… Ух, так, хорошо… И в этом надо покаяться… О, в этом обязательно… Так, хорошо… Это и есть… Так, что следующее… Ага… Так-так… Ладно, так… В этом тоже надо покаяться… Покаемся… И в этом же надо покаяться… Ага… Это и есть… Так… Это… Подчеркнемся… Да… О, так-так-так-так… Ага… Ясно… Ага… А ладно… На всякий случай… Покаюсь во всем… Значит… Смеялся… А во время молитвы… Вспомню смешное… Значит… Во время молитвы… Когда читал ее наизусть… Пропускал слова… Неправильно ставил ударение… Не слушал старших… Очень каюсь… И вот здесь… Тоже со мной такое было… Я виноват был… Да… Тоже грешил… Бомжа скромным накормил… Да… Говорил о Боге… Вот… Мною… Мое непристойное поведение… Моим поведением непристойным Хулилось имя Господнее… А вот… И самое главное… Я недавно к бабуле ездил… Так вот… Она накрыла скоромный стол вместо постного… Ну… Я ей сказал… Что я ничего кроме хлеба и картошки есть не буду… Так она сразу слезы… В общем… Пришлось вкусить скоромной пищей… Все сказал… Ничего не забыл… Ну… Вроде все… Во имя Отца и Сына и Святаго Духа… Аминь… Ларий Илья… Илья… Ой… Благословите… В имя Отца и Сына и Святого Духа… Аминь… Простите… … Извините… – Простите… Простите… Каяться надо искренне… Называя свои грехи. А то вы перепишите три листа, и никакого чувства нету. Просто читаете то, что с книг переписали. Исповедь должна быть. Каяться в грехах. Называете грех? Каюсь в этом грехе. Не описывайте ситуацию и обстановку. Не загромождайте. Потому что при этом грех умоляется. И не вините никого на исповеди. Виноваты мы сами. Потому что поддались искушения. И знаете одно. Когда принимается исповедь. Если вы каетесь в грехах своих лично. Но с ближним не примирились. Не простили ближнего. Господь не примет ваше личное покаяние. Так как пишется святыми отцами. Если вы на кого-то имеете что-то. Не простили его в сердце. Не говоря уже о том, чтобы лично просить прощения. Если есть такая возможность. То такая исповедь недействительна. Только исполнением церковных обрядов вы спасения не получите. Как фарисеи делали. Жить надо верой. Дышать надо верой. Бабуля. Бабуля. Господи, бабуля. Я же совсем забыл про нее. Прости меня, грешная бабушка. Я же тебя сам не простил еще в сердце своем. Это что ж получается? Я зря эти 38 листочков-то печатал. Действительно, жить надо верой. Дышать надо верой. Ну, возьми ты трубку. Алло. Алло. Бабуля. Бабуля, это я. Да. Послушай, бабуля. Ты прости меня, грешника. Ну, обидел я тебя, когда приезжал. Прости. Да? Да. Хорошо. Спаси, Господи. Слава Богу. Началом покаяния является не умозрительное, формальное и в чем-то равнодушное согласие признать совершенные грехи, а отчетливое сердечное ощущение неправильности своих греховных действий. Главный элемент исповеди – примирение со своими близкими. Идешь к чаше – первее примирися тя печалившим. Так наставляют молитвы к причастию. Дальше. Искушение. Искушение. Так, дальше – искушение. О, искушение. Это ж великий пост. Искушение. Да, понимаешь? Великий пост. Искушение. Да ты что? Да. Великий пост. Ой, это ж такое искушение. Искушение. Да ты ж жуть какая. Да. Какой кошмар. А, вот оно что. А, великий пост. Вот это искушение. О, великий пост. О, это не так тупо. Искушение. Вот в чем дело оказывается. Меня вот своячница недавно ногу подвернула. А, великий пост. А, великий пост. А, великий пост. Ты опоздал. Ты на часы смотришь, аскет? Ну, на искушение. Куда ты метешь? А, хочешь же искушение, ну? Ой, ой, ой. Вот, искушение. Великий пост. Ой, мама. Мама, дорогая. Из-за того, что делаете. Мы с вами как царь в мире. Глазно отстаиваем свою территорию. Все. Пропало все. Куда ты? Вот искушение. Брася, вы планшет мой не видели? Я тут где-то оставил. Найти не могу. Это твой, что ли? Мой! Ну, кто разрешил брать? Ничего оставить нельзя. Ну, прости ты, Христа ради. Господи, принято. Искушение. Искушение. Не работает. Господи помилуй. Что? Что ты сказал? Я говорю, это, искушение. Великий пост. От кого ты это услышал? Ну как же, вы что, не знаете? Это старец так один говорил. Я от паломницы слышал. Один старец сказал, одна бабка подхватила. Вот это и есть искушение. Получается, постом мы беззащитны перед злом? Нет, конечно. Нет такого церковного учения. Господь никогда не оставляет нас. Так что такие искушения Великого Поста – это магическое суеверие, не имеющее отношения к религии. Оно было привнесено в православие и оказалось живучим. Ложка упала. Споткнули где искушение. А еще бывает, что обидели кого-нибудь. Прикрываемся опять. Искушение. Искушение. Да разве Богу угодно, чтобы люди страдали? Кто-то потерял вещь, кто-то упал, кто-то разбился, кто-то в больницу попал. Этим пытается и себя оправдать. Мол, это не я, это Великий Пост виноват. Искушение. И надо наделить это спасительное время суеверным отношением. Что вот, вот сейчас начнутся беды и несчастья. Евангельская ли это вера? Конечно, нет. Господи помилуй. Господи помилуй. Пост – спасительное время, а я – суевериями. Вот же... Господи помилуй. Опять искушение. Часто говорим мы к месту и не к месту. Это выражение стало своего рода дурным присловием православных христиан. Всюду сплошные искушения. Однако настоящее искушение – это экзамен для души, ведущий к покаянию. Это испытание нашей верности и любви. Ну, что там дальше? Что, все? Последние сели? Ну, жалко. Сегодня у нас что? Лазарева суббота. Разрешение на рыбную икорку. Вкуснотища! Жалко, что мало. А впереди и страстная седмица. Строгий пост. Эх, скоро пост закончится. Ох, разговяемся, братишки. Слушай, ты только вспомни. Скумбрия режется кусочками, притушивается в вине. Это же вкуснятина какая. В белом вине. В белом, в белом. Только в белом. Берется вот такой кусок лопаточки, режется вот на такие кусочищи, и все это замачивается. И мы колдуем, просадим сночок. Так, ноги, ноги убрали. В целом займитесь гурманами. Так вот, помидорка, перчик. Да замолчите вы уже, ну, ой! Или еще окаянную мою душу просветишь и днем. Семьи гроб предлежит, Семьи смерть предстоит. Так, сегодня у нас что? Страстной вторник. Ага. Да, далековато еще до Пасхи. Ну, зато на Пасху стол будет. И куличи, и рыбка, и сметанка. Разговеюсь. А где же каша? А как же отца пустыни? По уставу сухоедение. Ха-ха-ха. Не, ну я не могу так трудиться, ну. Да что ж такое, а? Не, ну это же невозможно так трудиться, а? Это же не издевательство какое-то, что ли? Ну, Страстная Седмица, а они шашлык жарят прямо под носом у монахов. Вот! Обалдели! Обалдели! Ах-ха-ха! Совсем! Эх, Страстная Пятница. Ой, как же кушать-то хочется, а? Ну, до первой звезды нельзя. О, рогалики, рыбка. Ой, где же ты, а? Первая звезда. Первая звезда! Эх, эх, эй, Аскет, первая звезда в Рождество. А сегодня вы нас плащаница. Первая звезда! Эй, Аскет, ты куда? Туда! Эх, разговеюсь. Господи, благослови. Господи, прости. Воистину воскресе! Смертью смерть поправ, Исущим во гробе живот даров. Христос воскресе измеряя. Воистину воскресе! Воистину воскресе. Воистину воскресе. О, благодарность. Спасибо, Господи. А нам и ничего дать вам, брася. Музыка. Музыка. Субтитры сделал DimaTorzok 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 И притом в таких широких размерах, что будто никакого ни в чем нет греха Говорит святитель Феофан Затворник Время поста есть время обучения к подвигу А теперь началось время самого подвига Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Маловато будет ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА